Потому что я так хочу, потому что мне хочется на это бесконечно рассказывать и каждый раз, когда он сохраняется, это как классно. Интересно, что он задумывается. Это сохраняется на YouTube? А? Это сохраняется, да? Да. А на YouTube? На YouTube тоже сохраняется, значит, автоматически. Ну, как здесь там. Олеся, переброси. То есть, вы понимаете, если вы хотите дом, вы должны от него полностью отказаться и перестать его хотеть. Это называется принятие. Женское принятие, которое принимают в салон. Да, мама. Да. Смотрите, у меня такая ситуация. Я начала строить дом, потом у меня там обстоятельства в твоей жизни сложились. Я его не достраивала. Мои соседи уже вокруг все построили. Как меня эта жаба добила? Я до сих пор его не могу построить. Что тебе дарит чувство, которое не достраивает дом? Вот ты сейчас не достраиваешь, что ты чувствуешь? Я разочарование чувствую. Что я не могу, как это? Они уже построили, а я не могу. Я не могу понять, почему. У меня раньше все так хорошо шло, все динамично было. А теперь вот что надо мешать ей без контакта? Что еще? Ну, его смотрю на соседи, когда приезжаю, естественно, и было, как же им удалось. А мне нет. У них гораздо хуже там какие-то финансовые положения, либо еще что-то, а у них это лучше. Ну, нет того, к чему я стремилась. Ты сейчас чувствуешь, как разрушаются твои чары. Ну, что там, разочарование. Чары твои разрушаются. Ты миф в себе такая, в виде дома построила, что добившись его, ты будешь чувствовать какие-то чувства. Ну, наверное, наверное. Ну, конечно, наверное, шелку, наверное. Твои мифы разрушаются, что вот, подруга, давай-ка ощутить чувства сейчас. Не надо здесь лет ждать. Самое интересное, что я понимаю, но я не чувствую, у меня есть понятие белая, завидая, нарабливая, когда у человека хорошо. И вот именно вот, что какая-то... Ты сейчас чувствуешь зависимость от дома. Да? Ты сейчас чувствуешь зависимость от дома. То, что я его построю, и тогда буду испытывать чувства. Но у тебя при этом разрушение чары, то, что нифига. У тебя сейчас зависимость, а ты какому хочешь быть? Ты дом строишь без свободы? Ты хочешь быть свободной? Свобода. Ну, если ты построишь дом, ты же зависима. Ты зависишь от дома. Твои чувства зависим от дома. Что мы же делаем? Я уже сейчас поняла. Нормально рассказала, да? Вообще хорошо. То есть ты хочешь свободы. Я дом строила, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно. Но сама зависима от этого дома, блин. И поэтому ты испытываешь разочарование, разрушаешь свои чары. Мифы вот эти у нас. Вот этот букет. Дома. У себя дома здесь, после этой штуки нашей. Пишешь, какие чувства я хочу. Все, иди давай, не живи так. Наблюдай. Как сотни домов по всему миру у тебя расстилаются дорожкой. Но только после того, как ты себе их дашь. А сейчас, кроме разрушения твоих мифов и зависимости, ничего нет, а ты хочешь свободу. Свобода это когда ты свободна от денег и от дома. Когда не хочешь денег, когда не хочешь дома. Деньги это свобода, пишут мне каждый день, я говорю, вы че, блин, ребят, если вы хотите денег, вы че, ну вы как бы не свободны, вы не свободны, понимаете, вы зависимы от денег. Как же деньги могут быть свободны, рассмотрите этот процесс. Олечка, есть что добавить? Зайду еще в нашу кружку и потом пойдем на медитацию. Согласны? А, может, еще вопрос разберем. Ну, кратенько. Вот это вот ничего. Любименная Олина, которая всегда была. Это уже что-то. Это просто кварк, который, или кварки. Разные плотности, друг друга друга, но он один особый. Это для меня слово. Слово было у Бога. Сначала было слово. Библия, да? Сначала. Было. Слово. И оно было у Бога. Правильно? Мы Боги. Слово, ключ от слова, то, чего не имеет обозначения. Как только мы слово начали наделять обозначением, оно явилось в материю. Да? То есть, слово ничего, это что-то обозначилось столом, материя уплотнилась и появился стол. Это может так сказать, да? У нас пришел образ такой, сложившийся из чувств. Чувство, это как раз таки вот эта любовь, это вот эта вот движуха, которая появляется сама собой. Был интерес создать какой-то образ, появился. То есть, к чему это начало, я бы не знала. Просто, что можно создать словом, все. Что свое желание можно создать словом. А, я зависть, разочарование начала раскладывать. И если у нас зависть, это слово, которое мы чем-то обозначили, наделили. И что там, Бог увидел землю, сделал, различил, увидел, что там наделил. Мы словами творим. Бог творит словами. Увидели, обозначили, различили, назвали. Мы творим словами. Если вы зависть сотворили, как хрень какую-то, так вы, Бог, можете рассоздать. То есть, начать рассуждать. А почему я решила, что у меня вот такое мнение, почему у меня такое мнение, что зависть это вот это? Если каждого спросить, каждый на самом деле что-то там свое пишет. Каждое слово, каждый пишет по словам. Так что, трансформация вот этих блоков, которые вас устанавливают, можно через чувства, через квантовые вот эти скачки, позиции наблюдателя, можно через трансформацию программ, можно на рассоздание через слово. Можно находить новое третье, а можно находить силу. То есть, смотрите, сколько вариантов разных. Как можно трансформировать вопрос. Ну вот я нашел шаблон мышления, что мне с ним делать? Можно найти в нем силу. Можно найти в нем талант. Можно его рассоздать. То есть, вообще, понять, что это миф. А можно найти новое третье с флопной дуальности. Это все разные вещи. Разные. Это просто разные методы, понятные уму, каждому человеку, можно изобретать свой способ. Вам надо понимать вот этот механизм. Как мы видим, рассоздаем, чувствуем, рассуждаем, ну, вообще, как мы творим. Как мы творим, вы поняли. И у нас есть такое чувство классное. Наша встреча называлась предвкушение. Помните? Да. Это, короче, наша стена, блок, клетка и так далее. То, что она нам не дает долг. Предвкушение. Что за чувство? Если у вас состояние быть. Вот-вот я войду в этот дом. Входить вы туда не хотите. Вы хотите получать чувство. То есть, предвкушение одновременно является вашим стопором. Ну, то есть, как бы, если вы что-то предвкушаете, этого не будет. Потому что это чувство. которое вы хотите испытывать. А если появится дом, это конец. Это проигрыш. Проиграла пластинка закончилась, да? У вас, ну, как бы, вот это вот чувство закончится. Поляка? Еще разочек можно. До тех пор, пока вы чувствуете предвкушение, у вас дома не может быть. Потому что, если будет дом, предвкушение закончится. До тех пор, пока у вас интерес это чувствовать, А, то есть, оно уже вкусное. Оно уже вкусное, да? Вкусное, это предвкушение. Но, если мы перевернемся с ног на голову, и вы понимаете, что вы этого не хотите, а вы хотите чувства, а предвкушение, это есть эти чувства тоже, ну, это на год, вот это. Там много чувств предвкушений. то тогда этот дом будет. Но когда вы уже насладитесь и хотите перейти к следующему желанию. Понимаете? То есть, вы на каждое слово можете смотреть. Ну, по-разному. Но, если вы не смотрите с позиции творца, ваше предвкушение убьет все ваши желания. Ну, то есть, как бы, подарочки, которые вы хотели дать. Если вы с позиции творца, то предвкушение, наоборот, вас приведет. Каким образом? Если вы с позиции 3D человека? Нет, с позиции творца. А мы можем и 3D, и 2D. Пока вы хотите испытывать это чувство, вы не хотите, чтобы оно заканчивалось? Потому что, это же такая чувство, движуха. Но дом вам не получить. Как только вы закончите это предвкушать, когда вы перестанете предвкушать, тогда вы получите дом. Да, понятно. Ну, предвкушение такое чувство, от которого хер отбаешься. А это потому, что... Не будет этого предвкушения ваше. Не будет предвкушения, будут эти же чувства. Но вы их переназначите, вы будете просто испытывать вот эту гамму чувств. Но это на самом деле одно и то же. Просто это, как бы, в будущем времени, а это здесь, сейчас. То есть, получается, это гамма чувств, это и есть предвкушение, то есть это название этих чувств. Да, вы вкушаете эти чувства прямо сейчас. Но у вас пред... Дом. Дом. Пред. Но если вы понимаете, то, что вам нафиг вот это не нужно, и вы просто живете чувствами, то предвкушение это же некое ожидание. Ожидание порождает ожидание. убрать предвкушение. Убираем предвкушение. Убираем предвкушение. спикеры об одном и том же. Разными словами, об одном и том же. Вообще одно и то же. Вы можете квадратную скачевку вспомнить, пробу, что ли. Через чувства просто залазите интереснее, как сегодня показала Оля. Это просто офигенно. Просто офигенно. Нет, не раньше. Должен уже трансформировать уже пять лет. Я люблю чувствовать. Как классно. Давайте вопросы. Предвкушение это не единое, да? Три. Показывай два. Три. Четыре. И мы пойдем на сеанс. В движухе. И я выключу. Вопросов нет. Я счастливу, понятно. Предвкушение. Предвкушение. Я все поняла. Конечно. Я так рада, что я все время пришла, но я уже в голову. Потому что до меня не доходит. Не доходит. Не доходит. Вот так ты на антидателе. Теперь ты поняла, что нужна тема такая, как любовь и чувства. Да? Что я у себя есть. Что чувства. Это похер мне на все. Если мне похер на все, то у меня есть все. Вообще есть все. Потому что я могу своими чувствами возбудить любой интерес к любому желанию. Но вы эти чувства, если обволакиваете в образ какой-то, этот образ у вас и появляется. Но когда ваше чувство от недостатка вечного, то есть вы в образ там вовлекли в желание какое-то, и вам ему не достает. Желание есть, а недостаточно внутри. Но когда у вас достаточно внутри, вы знаете, что вы изобильны, внутри изобилие порождает мир. Мир, посмотрите, и так уже здесь сейчас настолько изобильны все желания исполнили. Если вы говорите, что, блин, каждую травинку вы сотворили для чеплока. Это просто все мои маски. Наши я еще не отошла. Что, есть еще у нас нахваты? Первый раз такой. А импульс может быть от недостатка тоже? Вот, например, что-то... Импульс — это интерес. Можно что-то делать. Импульс — это интерес. Интерес. Неинтересно как? У меня проводится желание. Неинтересно, как я это почувствую. Неинтересно, как я все сейчас войду. Неинтересно что-то смотреть. Неинтересно, как бояться для машины. Позро, какой интерес. Это то, что вас толкает, то, что вас двигает. Если у вас лень, обуяло, вы говорите, а, начânай еще с самого начала с энергии. Лень — это нет энергии. Да, все говорят? Но вы понимаете, то, что энергии-то нет. ничего просто которое быстро движется у вас нет движухи а движуха запускается путем интереса то есть вам интересно скачьте и побежите вы лежали на кровати бедные три дня болели ну как только появляется любимый человек который год вам не звонил ну вот так вы хотели тут звонить вы скулишь скачьте вы забудете что у вас там ангина с коронавирусом вы скачете полететь и у вас все найдется и классное платье нарисуется дискотека или там что вы там хотели с ней сделать то есть ее нет но вы лежите потому что у вас нету интересов но в то же время лень еще такая офигенно это же я лень назначила а если с другой стороны посмотреть то это время когда что когда или обратить на себя внимание и разбудить любовь а любовь это движуха если мне лень то это уже себя укладываете просто так блин посмотри на себя чё ты там чувствуешь внутри чё там во мне везде такой вопрос еще был все задают ты еще раз ответил еще раз там про эффектуры если смотреть себя то зачем ли другие люди можете сразу ответить уже глаза наружу люди нам нужны чтобы видеть себя наше зеркало то есть то что мы подавляем себе как не можем увидеть вот этот карандаш две стороны они обе нам нужны либо мы вообще без ничего либо со всеми на цели люди нам показывают просто кричат у нас потому на себя кричим ну блин обрети на себя не за 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 все всех просто благодарить кожи спасибо что показали мне сегодня меня что я на карту посмотрела блин это моё все моё что такое чувство раздражает раздражение что-то чувствуешь при этом раздражение ну разберите это слово давай что такое раздражение я хоть и правильно написала я заблуду вообще она тебя расколбасить хочет а ты кто лоб съела застыла она тебе транслирует чего любовь у меня мужчина подожди тебе транслирует человек любовь а тебя это раздражает то есть о чем это себя не любишь чего говори себя не любишь понятно а как это себя не любишь принимаешь ты смотришь на него а он на тебе чё говорит себя ты себя раздражаешь через него но чтобы блин уже расшевелиться на себя внимание ты как стол встала и все какое то внимание на себе но когда ты себе уже знаки в панике внутри подаешь раздражаешь себя чтобы блин расшевелить себя и видеть себе эту любовь на себя обратить внимание любовь это внимание когда мы еще создаем любовью куда фокус внимания то есть создаем у нас сейчас фокус внимания куда на коронавирус а вы думаете коронавирус вовне это фокус внимания коронавирус вовне он появился сначала а потом вы его увидели сначала он был в вас что такое коронавирус все говорят разгореть коронавирус что такое коронавирус для каждого что он будет расследовать проблема психологическая страх вирус который провоцирует тяльность коронавирус супервирус раз в коронавирус ограничение что еще? работа надо мной что еще? свобода не свобода хаос опять же любовь к себе хаос надо обратить внимание на себя полюбить себя то есть дать себе внимание блок стереотипы попробовать что-то новое у вас были чувства у вас были чувства которые породили этот коронавирус причем эти чувства были у вас каждый человек там 7 миллиардов или там уже 150 миллиардов или там уже 150 миллиардов с разными планетами то есть ли он какая плохая земля сколько здесь много зла у всех людей одни и те же шаблоны мы все этот коронавирус толпой и создали каждый человек это страх какой-то головного мозга просто ваше страшилка то есть сначала у меня была не свобода я себя свободно не чувствовала и началась паника я здесь у меня внутри паника нету свободы а причем вот эти все шаблоны коронавирус это массовые явления они у всех были у нас сейчас просто желание коллективное помните я говорила да критическая масса набралась коллективная критическая масса набралась то что блин у меня уже паника того что я несвободна я хочу свободы ну я то не свободна я же чувствую что я не свободна вот пожалуйста несвободу получаю но у меня уже паника что я не свободна вот еще получай сверху панику то есть материально действительно транслирует то что у нас внутри что там говорили корона еще да раз в секунду разбираешься на кварке ходишь в другие измерения и приходишь в себя опять нет времени нет времени но из корона сейчас опять нет времени твоей свободы то есть сначала вы видите чувства которые породили ну так разберитесь а что для вас свобода для меня свободу можно иметь это все из любви не почему потому что это классно. потому что испытываю чувства рядом с этими людьми испытываю чувства находясь в каких-то там домах, испытываю чувства не потому что мне там свободно, а потому что я так свободно мне просто рядом с этими людьми хорошо разберите что за паника по коему поводу у вас это паника почему вы паникуете если будете жить здесь сейчас то у вас паника и страх завтрашнего дня порождает что у вас еще там внутри злость на себя естественного злость страх смерти вот эти вы просто разберитесь почему у вас были такие чувства с чего не очень вы решили что это например кто-то назвал что для него коронавирус такое слово было классно чего еще а ну вообще слово этот вирус сидел вас внутри вирус появился потому что изначально вирус был в голове правильно но вирус вас мутировал из паники недостаточности злости гадости вот такой вирус а если у вас внутри чувство было какое любви радости кайфа до какого покоя мы гляжем из этого покоя не точно а если бы у нас то блин каким бы вирусом мы заражали вирус у нас если просто мультируем вы эти чувства так измените эти чувства вирус поменяется но он никуда не денется принимаем вирус вирус это хорошо вирус на рекламу классно это та которая заражает можно заражать жизнью кайфом вдохновением любовью радостью можно вирус это зараза я зараза редкостная вдохновительность такая то есть на ресурсом это как говорят ну ржаве конечно то есть этот вирус вирус это корона и все будут пьянье с ним здесь и сейчас у меня корона я вообще нормально с ней живу она не падает у меня шкаф открылась но вирус это хорошо вирус это просто лучи к вас ту штуку которая вот ваши клеточки нейронные связи в голове а точно так же проекция это земля это человечки все то же самое одинаково представьте у вас там раковая клетка она начинает заражать рядом клетки те начинают заражать рядом клетки когда все заразится заразиться кто-то умрет новое будет а если у вас клеточка создала себя как творец и пошла там заражать радостью других то прикиньте какое целое будет классное вот так же и проекция с людьми то есть чем вы себя заражаете вот этим вы себя заражаете и вы еще это пытаетесь другим людям передать представьте для движухи нужно движение вы ей шарик катнули и покатились правильно но если вас остановит как вы будете себя чувствовать остановиться херова ну блин я остановился а я хочу движухи я хочу знаете ли а представьте люди вокруг вас сколько раз вы их останавливаете пастуриона ты туда не ходи если по шкафу ты это не делай да твои идеи вообще дурные да ты не иди туда играть а ты это не делай то не делай это не ешь туда не стой это не говори ты вот вообще еще не дорос вы это делаете каждый день вы гнобите своих детей гнобите соседи гнобите мужей родителей друзей гнобите вот признаете себе вы гнобите вы вот этой гадостью гадостью управлялись заражаете как вирус понимаете вот этот вирус и появился потому что вы вот эту планету чем заражаете а давайте мы вот эти чувства будем раскрывать и коллективным друг дружку передавать чтобы все заражали с людьми радостью и кайфным счастьем понимаете и вот этот вирус это тоже хорошо мы увидели какой гадостью мы себя заражаем себя и близких вокруг вечно блин останавливаем и дали себе время там три недели полежать дома побыть в себе увидеть в себе эти чувства увидеть любовь наконец-то блин встречу с друзьями звониться по телефону времени не было у меня там бизнес сделки работа встречи я там парикмахер стреку в газон уже у вас есть время наладить с людьми контакт пообщаться подарить им радость подарить им любовь подарить им кайф обнимашки соглашитесь но вы работаете вам дело не для времени но вы хотите этого вы создали вы сейчас давайте вот этим заражать согласны? идемки заражать идемте заражать сейчас будет медитация я проведу сеанс движения сердца который я все время делаю у меня там тысяч семь уже улопадов контакта тысяч три где-то я пыталась так считать может уже больше вот короче такая штука где я только недавно узнала это из разряда телепатию, я вообще не знала, просто посмотрела уроки по телепатии, поняла, что это я и делаю. Настраиваюсь до чистоту человека, считываю его состояние, может быть здоровье, ну как мне душа лежит здесь и сейчас. И подстраиваю под свои вибрации и даю почувствовать чувство любви, если он их, допустим, не испытывал. Есть люди черствые, которых пока не встряхни, или пока вот это не расскажи, но ты говоришь им, давайте сейчас возьмем, любовь почувствовать, как это? Ну это невозможно, как это? Вот мы сегодня с Олей попытались очень много со всех сторон вам это дать, и так почувствовать, и так, вы уже сейчас это знаете, я не буду сильно вмешиваться в этот процесс, ну то есть я чуть-чуть понаблюдаю, сведу вас всех в одно поле, ваша коллективная штука классная, вам для этого нужно сейчас лечь, закрыть глаза, берите подушки, тут очень много места, туда, да, я заведу будильник, закрываем глаза и чувствуем себя, вот как вы сегодня чувствовали, разведаетесь под дыханием? Я вас снимать не буду, я просто это, хотела фотку сделать. Продолжение следует...